Ребят, один из моих подписчиков создал свой ютуб канал, и на этом канале он проводит очень частенько розыгрыши. И, кстати, сейчас у него проходит розыгрыш на три фуловых шестых сета. А уж какой будет сет Кобра обычный или Сталифронт, выбирайте уже именно вам. Также, если у него на канале будет большая активность, он будет разыгрывать все больше и больше вещей. Ну и, конечно же, он тоже делает видосы по Метро Рояль, как и я. Ссылочку на него я оставляю в описании, как обычно, переходите, подписывайтесь и смотрите его видосы. Немного спойлеров. В общем, у меня случился баг со спауном, я заспаунулся на Снэкбите в соло, и у меня не было, конечно же, выходов, думаю, у многих это случалось. И, как я уже выбирался, вы увидите, естественно, только в конце. Поэтому, кому интересно, можете, в принципе, перемотать, но лучше не надо. Здорово, народ. И сегодня мы с вами будем играть еще раз в соло режим. Кстати, заспаунулся я вот в таком месте. На самом деле, вот честно, ни разу здесь не спаунился. Вот, ни разу. И, походу, мне в этот раз повезло. Кстати, под прошлой частью набралось 1000 лайков, где я выживал соло. Пытался выживать соло, но, к сожалению, там был большой спам и комментарии, в которых я просил вас просто-напросто сказать, как мне играть тут. Они просто-напросто затерялись, потому что комментариев там было довольно много. Ну и также хочу вас опять попросить снова оставить комментарии, как все-таки играть в этот соло режим, куда ходить и что все-таки здесь лучше делать. Не знаю, конечно, пластин для радиации я не взял. Зашел я буквально только сейчас на разминку. Здесь в самом начале я не помру. Вот сейчас было интересно, кстати. По-моему, там был человек с шестым рюкзаком. Сейчас на мне четвертый рюкзак, потому что, как говорится, небольшой эконом-класс. Улучшенная МК-шка, шестая броня, шлем и четвертый рюкзачок. Просто, конечно, можно и пойти по экипированию, но, опять же, терять такие вещи, например, МК-шка, вышивая рюкзак шестого, будет обидно. Ну, шлема, рюкзак у меня, точнее, шлема, броник у меня все-таки есть, поэтому как-то, ну, такое. А, вот здесь я убил его, что ли? В общем, понятно, тут ничего не выпало, зеленые патроны были у него. Жетончик сразу же сюда. Так, у нас что-то происходит, терки какие-то. Такой человек убивает батл 100пм-ки. Ну, конечно, 100пм-ка это нормально, то, что шансы у меня на упор будут выше, это хорошо. Кстати, я не вижу человека. Ага, он на рожке. Блин. Ну, ладно, давайте, в общем, пойдем рискнем, попробуем его убить. Умрем так умрем. На самом деле, бот меня напугал намного сильнее, вот прям честно. Так, у нас пятая броня. Интересно, что у нее за пластины были. А, ну, переставим. Хотя мы можем сходить попытаться в радиацию, правда, пластины у меня нету, но можно ее, наверное, купить и попробовать туда зайти. Хотя, что-то мне кажется, что все-таки крыс, наверное, там прям куча. Ну, и ПАПК, конечно. Так, сейчас мы слышали выстрелы. Минус один. Наверное, он прям никак не ожидал нас увидеть здесь. И, кстати, трава исчезла, как видите. Так, вот именно вот этого человека я бы полутал, потому что, ну, как понимаете, добыча у нее должна быть хорошей. Ну, а два жетона, то есть он уже кого-то убил. Ну, и, в принципе, знаете, вот что вот, чисто вот... Наверное, пора на выход, вот, вот, серьезно, вот. Вот здесь есть пластина. Два подсумка, кстати. Патрончики тоже не будут лишними. Так, выход у нас находится там, поэтому побежали быстрее. Сейчас услышал чей-то шаг, в общем. Стало вдруг страшно. Возможно, кто-то крысит, возможно, это просто был бот, потому что там все-таки и боты-то есть. Ну, прям очень-очень страшно. Как бы вынести этот лут прям хочется. Все, отлично. 500 тысяч, 5 минут. Классно, просто реально супер. Кстати, вот, я говорил про этот спан в прошлый раз. Не, я сейчас не понял. Че, че? Че произошло сейчас? Ну, типа, я взял посолку, ладно, но... Блин, он просто шел на меня, увидел меня и... Остановился. Конечно, МКшка у него так очень ужасно обвешана. Я вообще не знаю, как он с нее стреляет. Ужас какой-то. Люди, как вы этим играете? Я вообще не понимаю. Вот просто, если компенсатор не розовый, у меня прям... МКшку трясет влево-вправо, то есть горизонтальная отдача прям очень жесткая. Попадать прям реально тяжело. А тут компенсатор синий, жопа, синяя. Как бы вообще невозможно. Это в два раза хуже, чем розовый. А, он стрелял с вышки, но я дурак. Блин, ну, конечно, да, вот сейчас было жестко. Вот прям очень жестко. Я почти, кстати, его убил. Он меня под столовкой стрельнул, сберил, он все промазал. Но на вышке он крысил, конечно, четко. Знал про спавны по-любому. Я, кстати, с этого спавна ходил на... Ну, именно вот в ту сторону много-много раз. То есть здесь все понятно, в принципе, что здесь есть два спавна. А, к минимуму, очень-очень близко, в упоре. Капец, ну что тут уже делает человек? Блин. Опять подстволка! Гады. Не, ребят, я как бы понял. В этот раз нас снимает шлем. Я понял всю эту схему, то есть я понял всю эту тему, как все это работает. Поэтому мы сейчас мы берем вот так вот. Давайте возьмем лучше фиолетовую, в принципе, без разницы. В общем, подстволка, ребят, здесь решает. Да еще и как. На что он выглянул, стрельнул подстволкой, спрятался, сменил пушечку. Ну и дальше просто-напросто начал зажимать в нос. Я, кстати, зажал в него опять очень-очень много патрон. Но, к сожалению... Так, ладно, в общем, поторопимся, потому что нам нужно успеть, наверное. Хотя нет. Нет, 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 нет. Нет, на школу я не пойду. Хотя посолок у меня есть, но я знаю то, что спавны находятся именно здесь. И, то есть, мы прямо в упоре с какими-то спавнами. И сейчас пойдем, естественно, закрывать людей, которые будут спавниться на этих местах. Так, нужно внимательно присматриваться, потому что мало ли кто здесь сидит. Кстати, вышка та же самая, с которой меня в прошлый раз убили. Некрасиво получилось. Но меня два раза подряд убили из подстолки. Причем очень-очень быстро я даже сделать особо ничего не успел. Так, я не понял, почему он так быстро умер, но похоже, что его немножко находятся ли боты. Ладно, мне же лучше. Был он, кстати, фулл шестой. Но, как видите, ничего не выпало. Но зато набрал разорвных патронов. Сразу же жетон в сейф. Да, боты меня палят ужасно. Хотя, как видели, там тоже фулл шестерка. Ну, бот, ну уйди, ну пожалуйста. Ну что, конечно, стримает тот бот, который стоит на вышке. Но ладно, пускай он стреляет, потому что... Возможно, он сейчас задезинформирует этого игрока. Так как стреляет он именно по мне, поскольку я понимаю. И, возможно, враг подумает, что его соперник находится где-то там. Нам это уже в упоре. Походу, это было не совсем по мне. Или уже он обошел? Хотя нет, он так не мог. Двое? Нет, это бот. Пытается закидать меня капиталем, понял, что я именно игрок. Что именно там? А, ну это четверка. Не понял. Это не я его закрыл. Его закрыл другой игрок, который был там на вышке. Понимаю, конечно. Ну, вообще жесть. Ну, я попал, правда, пару раз. Еще кто-то идет. Купим планшет, наверное. На всех случаях, купим босса. О, не видно? А, вон видно. Так. И наношу дачу. Тут что-то шестое. Шлем. Два выхода у нас. Ну, эти выходы очень стремные. Прям, не знаю. Кто их придумывает и как. На самом деле, повезло, что с этого человека что-то выпало. На самом деле, пойдет на концерт. Два выхода у нас. Два выхода утрез. Разгония такая. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Прям сильно напугал Не знаю, что он тут делал Но фаерган, естественно Мы от него точно не дождемся